Ослабление российской валюты продолжается. В ходе торгов 10 октября курс доллара к рублю достиг нового исторического максимума. Одной из причин снижения курса рубля являются падающие цены на нефть. Котировки нефти у марки Brent на текущий момент находятся ниже 90 долларов за баррель. Если смотреть на график пары доллар-рубль, налицо восходящий тренд. Минимумы и максимум повышаются. Если сжать график, хорошо видно, что произошло ускорение тренда. Цены пробили сопротивление восходящего канала. И если смотреть с позиции классического графического анализа, величина импульса движения может быть равна ширине канала. То есть в этом случае цель для возможного роста может находиться в районе 43 рубля за доллар. Пока что признаков смелого тренда на графике не видно. Первые признаки возможного разворота возникнут при нарушении тенденции восходящих максимумов и минимумов. В ближайшей поддержке выступает отметка 39,5 рублей. Пока цены выше нее сохраняется вероятность продолжения текущей тенденции. Более сильная поддержка находится на бывшем сопротивлении канала. И лишь после возвращения дневных целей закрытия ниже этого уровня можно говорить о более глубокой коррекции. Безусловно, резкое ослабление национальной валюты негативно влияет на экономику. Но на ослабление или усиление национальной валюты можно заработать. С начала текущего года курс рубля изменился примерно на 23%. То есть при покупке 1000 долларов в начале года прибыль из-за курсовой разницы на текущий момент составляла бы примерно 7000 рублей. Эта доходность превышает доходность рублевым депозитам более чем в два раза. Благодаря существованию маржинальной системы торговли любой желающий может заключить договор с компанией, предоставляющей услугу торговли на финансовых рынках, например, с компанией Калитафинанс, и попробовать заработать на курсовой разнице. При этом в силу эффекта так называемого кредитного плеча для совершения подобных сделок достаточно оперегировать лишь небольшим процентом или даже долями процента от общей суммы сделки. Так что попробовать себя в роли трейдера можно, обладая сравнительно небольшим начальным капиталом.